Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 19 июля 2020 года. Я хочу вам представить один уникальный файл, свой собственный файл, свою запись, аудиозапись от 2018 года, сентября 2018 года. Это после моих фильмов по Новороссийску и выводов о Крымской войне. Но на самом деле выводы не просто о Крымской войне, а о том, что произошло в 19 веке, как произошел окончательный захват мира. И установилась власть захватчиков, которые мы знаем сегодня под глобальным управлением планеты, как несколько кланов, которые правят миром. В общем-то, вся суть того, что сегодня происходит, она растет с 19 века, и я это записала в 2018 году. На моих экскурсиях, вот живьем, люди очень часто задают этот вопрос. Я как раз вчера на экскурсии очередной по Москве отвечала именно, как это происходило. И сегодня вдруг я встретила у себя в папках этот файл, и выяснилось, что я вчера сказала слово в слово, что я записала два года назад. То есть я никак не изменила свое мнение. Я только в нем за эти годы упрочилась, что происходило именно так, как я сказала, в 2018 еще году. А до этого я предполагала еще более ранее, но у меня было меньше материалов, чем есть сегодня доказательств, что основной захват планеты, он происходил и, может быть, с 16 века локально происходило, что-то борьба была. Но в 19 веке, после 1860-х годов, после Крымской войны, произошел окончательный захват мира. Вот теми паразитарными кланами, которые мы сегодня знаем, как несколько фамилий, как кланы сионистов, как кланы Хабада, Ротшильдов и так далее. Вот это все эти друзья, товарищи. И сегодня это просто все подтверждается. Я предлагаю вам послушать внимательно мои мысли. Я даже не стала редактировать ничего. Просто послушайте, и будет вам ответ на то, что произошло в 19 веке. Плюс ответ на то, что все-таки присутствует третья сила, которая маскируется, но ее следы мы судим по делам, а не по словам. И вот эти следы, эти дела постоянно проявляются. По Крымской войне, после фильма по Новороссийску, что мы имеем в сухом остатке? То, что Новороссийск был оставлен на 11 лет после Крымской войны, там были остатки зданий, каменных, между прочим, сооружений, потому что по официальной версии там уже строились эти каменные дома, они должны быть. В любом случае там оставалась целая эта самая так называемая Генуэзская башня, потому что она пережила и войну, и была разрушена только в 1956 году. Пережила Великую Отечественную войну. Остатки крепости Суджук-Кале могли быть, либо могли быть разрушены именно в Крымскую войну. Итак, войска или что там оставляют город на 11 лет. Там никто не живет. Что могло произойти в России, в стране, чтобы оставить такую выгодную бухту, не заселять ее никаким образом, даже чуть-чуть, даже поселками на 11 лет? Это может быть то, что территория была либо непригодна для проживания. В каком случае она могла быть непригодна для проживания? Либо там было какое-то бактериологическое оружие, или следы его, либо там было радиоактивное оружие, и следы его, и заселять эту территорию было опасно. Она заселяется только в 1870 годах. Вернее, она даже по новой осваивается, потому что тот же самый Абрао-Дюрсо, где там с восторгом пишет основой Голицын, что можно здесь виноградники разводить, они что, не знали, что там можно виноградники разводить? Они как будто впервые пришли на эту землю. Они что, не знали, что там было до этого? И они якобы строят это Абрао-Дюрсо. Конечно, они не строят никакое Абрао-Дюрсо, никакие тоннели они не строят. Они просто приходят на захваченные пустые территории и начинают их осваивать, рассматривать, что там можно вообще сделать. Они в полном восторге, потому что там, в общем-то, есть чем поживиться. Что еще у нас по Крымской войне? Крымская война получается так, что, поскольку она в учебниках, никаким образом в советских учебниках не была описана, она была всего в двух параграфах, что меня даже, школьницу тогда, меня это где-то внутри каким-то образом торкнуло, хоть мне не сильно это все было интересно, но как-то это вообще странно. Вот какой-то остался у меня внутренний запрос тогда с тех времен, там, 72-го года, с какого-нибудь, 75-го года, что по Крымской войне, почему мы разбираем Великую 12-го года войну очень подробно, Первую мировую войну, но привели очень так полуподробно, но кое-как, естественно, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную, само собой, потому что мы родились через 15 лет после Великой Отечественной войны, там все еще, там еще все живо, там еще все шрамы эти есть, там еще бойцы от ран умирают, от продолжительных болеют, там еще полно тех, кто остался жив после войны, пришел с войны, жители остались живы, там есть кому еще передать, там много свидетелей, то есть это фактически коснулось нас, нашего поколения, эта война, потому что наши родители, они были дети войны, и что касается Крымской войны, Крымская война, якобы там она для России проигрышная, для Англии она выигрышная, но ни то, ни сё там непонятно, потому что война была мировая, она шла и на севере, она шла везде, и получается, такое складывается впечатление, что там была еще какая-то третья сила, которая, потому что разрушение Крымской войны, они никаким образом, ни на какие там пушечки с ядрами, они с этими каменными ядрами, или пороховыми ядрами, они не впишутся, таких разрушений, таких глобальных последствий, не было даже в Великой Отечественной войне, как были разрушения в Крымскую войну, об этом свидетельствовал, например, даже сам Марк Твен, когда он там побывал, в Севастополе, и так, к Новороссийску, здесь крепость уже, суджук-кале, полностью разрушена, в хлам, остается только башня, англичане, точно так же были сильно потрепаны в этой войне, в Крымской войне, потому что для них она, священная война, они потеряли очень много своих людей, и они отмечают скорбью эту дату, эту войну, примерно так она для англичан, как для нас, Великая Отечественная война, она для них соизмерима, вы только тогда подумайте, какие должны быть потери, и что это вообще должна быть за война, если англичане до сих пор ее чтут, как память, потому что там погибло очень много англичан, значит, они там не сильны были, но, значит, там шла какая-то третья сила, война какой-то третьей силы между собой, и она оказалась в результате не в нашу пользу, потому что мировой порядок, он установился именно в 1860-1870-х годах, по всему миру, тот, который мы имеем сегодня, вот этот самый мировой порядок банкиров, Ротшильдов, ну, то, что мы знаем, вот эти имена, которые мы знаем, вот эти кланы сионистские, вот то, что сегодня правит миром, он установлен и сегодня. После Крымской войны были локальные очаги, которые подавлялись, города выжигались, отчасти я скажу там про некоторые города, на территории России шла якобы гражданская война северо-сюгом, на территории Америки. Это был захват оставшихся территорий и подавлением мятежных территорий. Вот такое складывается впечатление, что такое была Крымская война. И нам остается понять, что это была за третья сила, найти ее следы, присутствие, они затерты основательно, они очень хорошо затерты, потому что этому уделялось всякое внимание, чтобы убрать из истории именно вот эту вот третью силу и кто с кем воевал. И технические возможности этой войны, потому что, в принципе, население планеты было откинуто, ну, такой вот, после Крымской войны, такой немного первобытность. Ни электричества тебе, ничего нет. Хотя еще в 1830-х годах, я говорила по городу Кохме, например, одна из фабрик, это, вот как мне зачистили это, она работала на электричестве, а вот потом она перешла на керосин, после 1860-х годов. И только в 1880-е было керосин и электричество, как работали вот ткацкие фабрики в Ивановской области. Значит, в этот момент, и здесь у нас вылезает только Крымская война, вот серьезная. Либо это был окончательный этап большой глобальной войны, которая шла 1812 года по 1860-е, потому что Крымская война она завершает. И если у нее официальная дата 56-я, она закончилась, тоже это все надо проверять, то между 56-м и восстановительным этапом, когда это начинается, вот 1886 год, когда Москву начинают застраивать, очищать, она еще пустая, она еще мертвая, но ее застраивают. Это видно и по фотографиям, и по свидетельствам, по тому же, по свидетельствам того же, той же книжки «Москва и москвичи», но там не только его, я уже говорила, я уже говорила в первом своем фильме «Москва-допотопное». Идет восстановление. Значит, несколько лет, более десятка лет, города стоят пустые. Почему они стоят пустые? Почему они не заселяются? Значит, там есть что-то, что невозможно для жизни. Значит, их пока нельзя заселять. Нужно выждать какое-то время, и только тогда, когда там что-то выветрится, и только тогда можно уже заводить рабочих и восстанавливать города, начать восстанавливать города для подготовки для нового заселения. Откуда берется население, как говорится, откуда берется? Во-первых, часть элиты и, возможно, часть населения была припрятана в подземельях и звездах. Были припрятаны какие-то технологии, они сейчас есть, они так частично людям выдаются, вбрасываются как бы в социум. Они как были, они так и остались. Естественно, очень много знает Ватикан, который собрал всю информацию, она туда вся стекается, это понятно, держит для всех. И часть элиты, поскольку она была освоение России, захват территории России, и приписка себе вот иностранным, то есть шло именно иностранной интервенции, это очень хорошо видно по второй половине 19 века, когда вся инфраструктура, которая там оставалась, которую можно было восстановить, она вся находится под юридикцией иностранцев. Это хорошо было сказано по Донбассу, это по Челябинску, по Москве, по Петербургу, по всем городам, там в основном иностранные фамилии. Они становятся основными, вот так, якобы основателями этих заводов, на самом деле, они их откапывают и восстанавливают, и приписывают все себе. Они полностью захватывают, это иностранная интервенция, оккупация, она полностью захватывает управленческие посты на территории России. И русский народ, и все народы, которые жили в составе русского народа, становятся холопами иностранцев. И все эти русские цари Романовы, конечно, они никакие не русские, это не секрет, это не скрывается, там нет ни капли русской крови. Они все гауляйтеры, они даже не цари, они просто ставленники элит, определенных элит. И если они становятся ненужны, или они перестают выполнять тот курс, который им был назначен, их убирают. Вот и все, все просто. Возможно, что с Николаем именно так и поступили. Как одна из версий. Возможно, если он был действительно расстрелян, хотя очень много сомнений в этом, это одна из версий, что он просто не стал подчиняться. Или как Александр Первый, который просто спрятался там, сделал свою, инсценировал свою смерть, а сам просто ушел. Спрятался под чужое имя. И прожил в России под чужим именем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...